Новости дорожного хозяйства Дорожное строительство новости дорожного хозяйства Видеос Знак авторского права Видеос В Бурятии реконструирован 4-х километровый участок трассы Р-258 возле озера Байкал. По заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Прдор Южный Байкал подрядная организация завершила реконструкцию участка автодороги с 243 по 248 КМР-258 Байкал-Иркутск-Улан-Удэ-Чита. Это один из значимых объектов на сети федеральных автодорог в границах Бурятии, поскольку он находится в непосредственной близости к озеру Байкал. Все въезды в Калугу приведены в нормативное состояние. В рамках визита в Калужскую область руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк проехал по участкам обхода Калуги, в составе Р-132 Калуга Тула Михайлов-Рязань, и подъезда к областному центру от М-3 Украина, введенным в эксплуатацию после капитального ремонта. Эти федеральные трассы, подведомственные ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск, частично проходят в черте Калуги и связывают город с магистральной дорожной сетью страны и международным аэропортом Граб-Цейова. Они являются не только важными составляющими мощного транспортного узла, но и визитной карточкой региона. Летом 2016 года были начаты масштабные работы по капитальному ремонту существующего обхода города Калуги, которые завершены в октябре текущего года. В ходе работ усилена дорожная одежда, обновлены пересечения и примыкания, отремонтированы транспортные развязки, переходно-скоростные полосы и водопропускные трубы. Новшеством для этой трассы стала установка на виражах разделительного железобетонного монолитного ограждения, аналог Нью-Джерси, общей длиной 7 километров. Еще одной мерой по обеспечению безопасности движения на обходе Калуги стало переустройство существующих и строительство новых линий электроосвещения протяженностью почти 30 километров. В Калугской области завершены ремонтные работы на федеральной автодороге Р-22 Каспий. В этом году подведомственное Росавтодору ФК Упрдор Москва-Волгоград вело в эксплуатацию 66 километров трассы на Московском, Астраханском и Элистинском направлениях. В городе Пустошко Псковской области после капитального ремонта открыто движение по путепроводу. В этом году в Новгородской области отремонтировали 21 километр трассы М-10 Россия. Тяженность трассы А-350 Чита-Забайкальск с цейментобетонным покрытием увеличилась на 10 километров подведомственное Росавтодору ФК Упрдор-Забайкалье и вело в эксплуатацию после капитального ремонта 10-километровый участок федеральной автодороги А-350 Чита-Забайкальск-Граница с Китайской Народной Республикой в Борзинском районе Забайкальского края. Отличительной чертой проекта является покрытие из монолитного цейментобетона, которое на отрезке с 354 по 364 КМ устроили на основании из асфальтогранулобетонной смеси. ФК Упрдор-Забайкалье имеет опыт укладки таких покрытий. В общей сложности более 45 километров автодороги А-350 Чита-Забайкальск выполнены из цейментобетона. Участки сданы в эксплуатацию в 2013-2015 годах, за это время технология доказала целесообразность. В условиях малоснежной зимы, что характерно для районов, по которым проходит автодорога Чита-Забайкальск, благодаря устройству жестких покрытий отпадает необходимость применять химические способы борьбы со снежным накатом на дорожном покрытии. В Республике Карелия на автодороге А-121 Сартовала освещены все населенные пункты под ведомственной Росавтодору ФК Упрдор-Кола завершила работы по устройству линий наружного освещения вдоль всех населенных пунктов, расположенных на автодороге А-121 Сартовала в Карелии. Введено в эксплуатацию 24 километра уличного освещения, которое обеспечило нормативную видимость в населенных пунктах. Работы выполнены в Лахдинпохском и Сартовальском районах, уровень безопасности дорожного движения повысился в городе Лахдинпохе, поселках Раухало, Мейнало, Опало, Хортило, Риускало, Мейере, Хапалампе, Хилюле и Раута-Кангас. Установлено 715 опор освещения, 823 светильника, построено почти 11 километров тротуаров для пешеходов. Степень освещенности трассы может дистанционно регулироваться с помощью современной автоматизированной системы. Среди преимуществ программного комплекса удаленной контроля диагностика осветительных приборов, управление ими как в автономном режиме, так и посредством прямых команд диспетчера из территориального ситуационного центра ФК Упрдор-Кола. Внедрение автоматизированной системы на подведомственных управлению автодорогах позволило сократить энергопотребление на 35% и снизить расходы на эксплуатацию освещения. Всего протяженность линий электроосвещения на автодороге А-121 сортовала составляет порядка 54 километра линий. В Бурятии отремонтировано 8 километров федеральной трассы Р-258 Байкал. По заказу подведомственного Росавтодору ФК Упрдор Южный Байкал подрядная организация завершила ремонт участка трассы Р-258 Байкал с 480 по 488 и КМФ Тарбогатайском районе Бурятии. На объекте ремонта специалисты усилили конструкцию дорожной одежды, уложили новое дорожное покрытие из износа стойкого щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, обустроили систему водоотвода с проезжей части, а также отремонтировали две водопропускные трубы. Кроме того, выполнены работы по обустройству существующих площадок отдыха. В целях обеспечения безопасного дорожного движения установлено 3,5 километра металлического барьерного ограждения, 50 сигнальных столбиков, 116 дорожных знаков, нанесена горизонтальная дорожная разметка. С начала этого года на подведомственной сети автодорог ФКУ «Прдор-Южный Байкал» в Бурятии отремонтировано 102 километра федеральных автодорог, из них 52 километра капитально. В Лысогорском районе Саратовской области завершен ремонт двух автодорог к отдаленным селам. Дорога протяженностью 58,8 километра ни разу не ремонтировалась с момента постройки в 1991 году. Она соединяет семь сел, в которых проживает 3,5 тысячи человек. Пост сделан с содействием блогера. Подпишитесь на наш канал в Яндекс. В Зен и сделайте вашу ленту объективнее. Продолжение следует... Продолжение следует...